Виолетта Ефименко 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 В третьем энергоблоке Смоленской АЭС Началась загрузка кобальтовых поглотителей В реакторе добывают ценные затопы, которые широко применяют во многих сферах деятельности человека Сфера применения кобальта достаточно широкая Он востребован в центрах облучения и в центрах стерилизации Где стерилизуются различные типы продукции В том числе и медицинские инструменты и продукты питания Загрузка в реактор занимается 300-тонная машина Загрузив кобальтовые стержни, достают их уже облученными только через 5 лет Затем их отправляют на Ленинградскую АЭС Где формируют окончательный продукт и отправляют заказчику Добывать кобальт-60 можно только на определенных типах реакторов Таких, как на Смоленской АЭС На сегодняшний день кобальт-60 крайне востребован на международном рынке Начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова Расскажет о криминальной обстановке в городе За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 85 сообщений о происшествиях Из них 3 сообщения о преступлениях Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями Выявлено 94 административных правонарушения В том числе 78 нарушений правил дорожного движения За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения К ответственности привлечен 1 человек За распитие спиртных напитков А также появление в состоянии алкогольного опьянения В общественных местах к административной ответственности Привлечены 15 человек До 2025 года в Смоленске запланировано расселение 90 аварийных бараков С 2013 года дом на 4-й Загорной был признан устаревшим Однако с переселением жильцов власти не спешили В старом шестиквартирном бараке протекает крыша Просил фундамент В разные стороны покосили стены здания А водопровода не было с момента постройки Аналогичная ситуация с соседним зданием Дом номер 3 на 4-й Загорной Уже несколько лет признан аварийным Из него были расселены Три семьи из муниципальных квартир Смолянам же, у которых жилье Оказалось приватизированным Приходится до сих пор здесь жить Как сообщает Общероссийский народный фронт Оба дома уже попали в программу Национального проекта Жилье и городская среда И в скором времени смоляне получат новые квартиры Также в аналогичную программу Включили дом, который находится В самом центре Смоленска По адресу проспект Гагарина, 35 За информацией по срокам расселения Можно обратиться в региональный центр Общественного контроля 2 июля с 9 до 12 часов В первой школе Десногорска Приемной комиссии одного из ведущих Исследовательских вузов России Осуществлялся прием документов Выпускников 2019 года Подробности в сюжете Поступить в университет, который входит в рейтинг лучших учебных заведений страны Теперь стало возможным благодаря выездным приемным комиссиям Такие мероприятия Обнинского университета атомной энергетики НИЯУМИФИ Проводятся ежегодно, что значительно облегчает процесс поступления выпускников Основными преимуществами университета являются современные перспективные программы обучения Индивидуализация образования Собственные уникальные экспериментальные установки и центры 13 студенческих конструкторских бюро Международная аккредитация программ образования Стажировки в ведущих научных центрах Поэтому десногорские школьники, успешно сдавшие ЕГЭ Стремятся поступить в один из лучших национальных университетов В его стенах осуществляют подготовку Высококвалифицированных специалистов Для атомной сферы, науки и техники Что особенно актуально для десногорской молодежи Они мотивированы уже, они идут туда целенаправленно Они уже знают, что хотят Не зря они выбирают этот вуз Они уже конкретизированы в своей дальнейшей деятельности То есть они выбирают ту специальность, на которую хотят дальше Получив диплом, работать по этой специальности Поэтому у них все четко и определенно Преимуществом поступления в Обнинский институт атомной энергетики Филиал национального исследовательского ядерного университета МИФИ Является также и близость к городу Десногорску Выбор этот институт, потому что он ближе к Десногорску Также достаточно престижный университет По данным приемной комиссии Шансы у десногорских выпускников на поступление достаточно высоки Так как у большинства из них За плечами успешные результаты сдачи ЕГЭ Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ В областном центре прошло совещание по проблемам инвалидов и граждан пожилого возраста Бесплатные лекарства, льготная медицина, доступный транспорт и объекты культуры обсуждались на совещании По информации Департамента по здравоохранению В этом году лекарственную помощь уже получили свыше 26 тысяч смоленских пенсионеров А в русле проекта «Старшее поколение» С начала года необходимое лечение в областном клиническом госпитале для ветеранов войн Получили уже около 300 смолян Это стало возможным благодаря увеличению количества геронтологических коек Общий объем финансовых затрат на реализацию программы помощи маломобильным группам населения За год превысил 6 миллионов рублей, из которых более 4 миллионов – средства регионального бюджета Реальным сроком для Смоленина обернулась попытка подкупить пограничника Подсудимый хотел ввести на территорию страны подсанкционный товар – 19,5 тонн замороженных морепродуктов В связи с чем он обратился к пограничнику с предложением закрыть глаза на нарушение за 20 тысяч рублей В ходе спецоперации злоумышленника задержали на границе в момент передачи второй части взятки Приговор по уголовному делу вынес Ершичский районный суд Смоленину назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима И коротко о погоде 5 июля в Десногорске переменная облачность Небольшой дождь Температура днем до плюс 17 градусов тепла Ночью плюс 11 На этом выпуск завершен Больше интересного на нашем сайте disneydefiz.ru А также в наших официальных группах В социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм С вами была Виолетта Ефименко Всем хорошего настроения и только позитивных новостей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин